Третий том добротолюбия, страница 335, святого Феодора Эдесского, деятельные главы, 68 пункт. То и другое показывает на себе Иуда и Пётр. Тот, столь много прияв от благодати, не получил от того никакой пользы, потому что не приложил своего хотения и не привнес своего усилия. А Пётр, хотя и ревностно изъявил готовность, но как не получил помощи свыше пал. И так очевидно, что из того и другого соплетается добродетель. Поэтому прошу, как все возложив на Бога и самим не спать, так и ревности ревнуя не думать, все исправить собственными усилиями. Бог ни ничего не делающими нас видеть не хочет, почему не все сам содевает, ни опять не хочет, чтобы мы много о себе думали, почему не все предал нашей воле и нашим усилиям, но с той и другой стороны отъемляя вредное оставил полезное. Добрый псалмопевец научает нас, говоря, «Если не Господь созиждит город, напрасно трудятся зиждущие». Невозможно также наступить на Аспиды Василиска и поправить льва и змея, если кто прежде очистит из себя, сколько доступно тот для сил человеческих, не получит на это сил от рекшего апостолом. Все даю вам власть наступать на змей Скорпионова на всю силу вражию. «Поэтому и повелено нам в молитве умолять Отца Небесного, не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо если мы силой и помощью Христовой не избавимся от рожженных стрел лукавого и не сподобимся улучить бесстрастие, то тщетно трудимся, чая собственными силами или рвением, исправить что-либо подобающее. Итак, желающий устоять против обходов дьявола и сделать их безуспешными, и сделать их причастными божественной славы, должен со слезами и воздыханиями, с ненасытимым желанием и пламенной душою ночи день Божий искать помощи из божеского заступления. Желающий же получить таковые, должен соделать душу свою чистую от всякого сладострастия мирского, и от всех страстей и похотей. Ибо о таких именно душах говорит Бог, селюсь в них и буду обитать. И Господь говорил ученикам, любящие меня, заповеди мои соблюдет, и Отец мой возлюбит его, и к нему прием, и обитель в него сотворим. 70. Весьма разумное и благоприятное слово изрек некто из древних относительно помыслов, говоря, «Истизуй помысл на пороге сердца при входе в него. Нашли ли они или от сопротивных, и родные нам и благие вводи во внутреннейшее хранилище души, и храни их там, как в некродомой сокровищнице. А противнические бичами разумного рассуждения, помучив, тотчас изгоняй, не давая им покоище и место даже в окрестностях души своей, или лучше совсем избивая их мечом молитвы и божественнейшего поучения, чтобы от такого истребления воров страх напало на самого начальника их. «Ведай, что кто так тщательно истизует помыслы, тот бывает истинным ревнителем и об исполнении заповедей. Усиливающийся отеч, борющий его и смущающие помыслы и движения, пусть побольше ополчит свой инников из поборников и приблизит их к себе на совместное противоборство. Таковы смирение душевное, труд телесное и всякое другое, подвижническое самоумерщвление. И особенно молитва из сокрушенного сердца со множеством слез, как поет Давид, «Смотри, смирение мое и труд мой, и оставь все грехи мои, и слез моих не презри, Господи! И еще, слезы для меня были хлебом день и ночь, и опять питье мое растворяю с плачем». Соперик нашей жизни дьявол разными помыслами умаляет грехи наши и часто покрывает их забвением, чтобы мы послабили себе в трудах и не думали более оплакивать свои падения. Мы же, братья, не дадим себе забыть о своих падениях, хотя бы казалось, они прощены уже нам в силу покаяния нашего, но всегда будем памятовать о грехах своих и оплакивать их не перестанем, чтобы, стяжав себе, как добрую сожительницу смирения, избежать нам сетей тщеславия и гордости. Никто не думает своими силами понести труды и преуспеть в добродетели, ибо виновник всего доброго для нас есть Бог, как всего худого обольститель душ наших дьявол. Почему, когда сделаешь то доброе, приноси благодарение виновнику его, и когда стужает тебя что худое, относи то к начальнику таких вещей. Сочетавший с сведением соответственную деятельность, есть похвальный возделыватель духовный из двух приятнейших источников, напаяющий ниву душевную. При всем ведении окрыляет ум созерцанием наилучшего, а соответственная ему деятельность умерщвляет члены земные блуд, нечистоту, страсть и похоть злую. Когда же эти умертвятся, тогда распускаются прекрасные цветы добродетелей, приносящие обильные плоды духовной, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Тогда, наконец, целомудрый этот делатель, распенший плоть со страстями и похотями, речет с богоносным проповедником, «Уже живу не я, но живет во мне Христос, а что живу ныне во плоти, то живу верою в Сына Божий, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И вот еще что, да не утаится от тебя, христолюбче, что одна страсть, нашедшая в тебе себе место и укоренившись до навыка, в тот же дом приводят и прочие страсти. Ибо хотя страсти соперничают одна против другой, равно как и виновники, их бесы, но погибели наши все согласно ищут. Свет плоти, заставляющий увянуть подвигами и всякую волю ее отсекающей, вот кто язву Христа Господа носит на мертвенной плоти своей. Подвижнических трудов конец покой без страсти, а разнообразных утешений плоти – страсти без чести. Не позволяй себе делом, стоящим считать многолетие своей монашеской жизни, и не будь уловлен самовосхвалением из-за долгого пребывания в пустыне и терпеливого подятия там жестоких подвигов. Но Господнее слово держи в уме, что ты еще все раб, недостойный, и все еще не исполнил заповеди владыки своего. И в самом деле, пока находимся мы в настоящей жизни, да то ли состоим невоззванными из изгнания, но еще сидим на реках Вавилонских, еще стражним под гнетом деланий кирпичей египетского. Еще не увидели земли обетованной, так как не совлеклись еще ветхого человека, тлеющего в похотях прелестных. Еще не облеклись в образ небесного, еще носим образ перстного. Итак, нет нам дороги к самопохвальбе, но плакать долженствуем мы, моляся к могущему спасти нас от рабства горького фараона и сорвнуть из лютого тиранства его и ввести в благую землю обетование, да обретем, наконец, спокой во святилище Божием, удостоясь поставленными быть одесной величествия Вышнего. Благ же этих, более ума великих, подобиться мы можем не от дел, который успеем наделать в правде, но по безмерной милости Божией. Не перестанем же проливать слезы день и ночь, подражая сказавшему, утрудился воздыханием моим, омывая на всякую ночь ложа мое, слезами моими постель мою омочаю, и босеющие слезами радостью пожнут. Далеко отгони от себя многоречивого духа, потому что в нем кроются всезлобные страсти, от него ложь, от него дерзость, от него смехотворство, срамословие, буесловие и многое другое. Так что по нем верно оправдывается сказанное от многословия, при многословии, не миновать греха, не избежать. Муж же молчаливый, престол, чувствие. Притча 12, 23, 10, 19. Ну и Господь сказал, что мы должны будем дать ответ за всякое праздное слово. 80. Тем, которые злословят и укоряют нас, или другим, каким образом нападают на нас, не тем же отвечать получили мы заповедь, то есть не противо злословить и не противо укорять, а напротив, добрые о них говорить речи и благословлять их. Ибо когда мы мирствуем с людьми немирными, тогда в брани или битве состоим с демонами. Когда же с братьями состоим в неприязни и брани, тогда мирствуем с демонами, которых научены мы совершенно ненавидеть ненавистью. И непрерывно и вести с ними брань. Избегая словом лукавом притыкания, полагать ближнему, чтобы самому не быть приткнута от вселукавого дьявола. Ибо слушай, что выпьет пророк. Мужа кровей и льстива гнушается Господь, и еще истребит Господь все усталь стивый язык велеречивый. Равным образом избегай и осуждать брата при падении его, чтобы не отпасть от благости и любви. Ибо кто благости и любви к брату не имеет, тот не познал Бога. Ибо Бог есть любовь, как вызывает Иоанн, сын грома и возлюбленный ученик Христов. Если Христос и Спаситель всех душу свою положил за нас, то и мы должны полагать души за братьей. Любовь справедливо названа Матерью Добродетели, главой закона и пророков. Подымем же всякий труд, пока улучшим преподобную любовь, и через нее исторнемся из тиранства страстей, и на небеса взыдем, возносясь на крыльях добродетелей. И Бога узрим, сколько это доступно для человеческого естества. Если Бог есть любовь, то имеющий любовь имеет в себе Бога. Когда же ее нет, то нет нам совершенно никакой пользы, и совсем невозможно говорить, что мы любим Бога. Ибо святой Иоанн говорит, если кто говорит, что любит Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. И опять Бога никто никогда не видел. Но если любим друг друга, Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно в нас. Отсюда явно, что любовь есть благо, высшее всех благ, указанных в Писании Святом. И нет ни одного вида добродетели человека с Богом, соводворяющей и сочетовающей, которая не была бы связана с любовью, и от нее не исходила, неизреченно как-то, ею бывая объемлема и охраняема. Принимая приходящих к нам братьев, не будем отягощаться тем, или почитать то пресечением безмолвия, чтобы не нарушить уставы любви. Не будем так же приглашать их, как добро им делающее, но более, как сами от них приемлющее добро, и странно приимем их, как обязанные им, с мольбой и лицом радостным, как показал нам пример патриарх Авраам. Поэтому и богослов учит, говоря, «Дети мои, не будем любить словом или языком, но делом и истинную, и посему узнают, что мы от истины». Патриарх, избрав постоянное себе делание странноприимства, сидел перед своей скиней и приглашал мимоходящих, всем потом без различия нечестивым и варварам, предлагая трапезы, не раздумывая, почему сподобился и дивного того сотрапезывания, странноприяв ангелов и всех владыку. Будем и мы прилежать странноприимству со всем усердием и готовностью, чтобы принять не только ангелов, но и самого Бога. Ибо Господь говорит, «Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Всем хорошо благодетельствовать, «Но наиболее тем, которые не имеют чем воздачь». Кого сердце не зазрит в нарушении заповедей Божьей или в нерадении, или в принятии вражеской мысли, тот чист сердцем и достоин услышать «Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Постараемся достигнуть того, чтобы разумно управлять чувствами, особенно зрением, слухом и языком, поставляя себе закон, ничего не видеть, не слышать, не говорить страстно, а все для пользы нашей душевной. Ибо ничто так непоползновенно на грех, как эти органы, когда они не управляются разумом. И напротив, ничто более их неблагоприятно делу спасения, когда ими правит разум, держит их в строе и ведет куда должно и куда хочет. Ибо когда они бесчинствуют, тогда и обоняние изнеживается, и осязание с неистовством простирается на недолжное, и бесчисленное множество страстей привходит. Когда же они разумом держатся в своем чине, тогда повсюду в нас проявляется великий мир и невозмутимая тишина. Как драгоценное миро, хотя заключенное бывает в сосуде, но намастив благоуханием воздух жилища, не только близко к нему, но и вдали от него стоящих, исполняет приятных ощущениям, приятным, так и благоухание добродетельной и боголюбивой души, всеми чувствами телесными, будучи издаваемо. Всем видящим это показывает внутрь сокрытую добродетель. Ибо кто видит, что язык не произносит ничего неуместного и неблагопристойного, а все такое, что полезно для слышащих, что глаза смотрят скромно, слух не принимает никаких неподобающих мелодий и речений, ноги ступают благообразно, лицо не искажается смехом, а скорее указывает на готовые из лиц слезы и плач. Кто, видя все это, не познает, какое обильное благоухание добродетелей заложено внутри, почему и Спаситель говорит, так да просветится свет ваш пред человеком, и чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. Который путь Христос и Бог наш в Евангелии наименовал тесным и прискорбным, тот потом назвал игом благим и бременем легким. Как же то и другое, кажущееся противоположным, видеться в одном и том же? Так, по свойству своему, путь этот жесток и труден, а по произволению совершающих его и по надеждам благим, он вожделенен, возлюблен и сладостен более, нежели скорбен для душ добролюбивых. Вот почему ты и видишь, что избравший этот путь тесный и прискорбный, с большей уготовностью идут по нему, чем по пространному и широкому. Послушай, что говорит блаженный Лука об апостолах, как они после биения бичами возвратились от лица собора, радуясь. Но ведь не таково свойство бичей, не сладость и радость, а скорбь и болезнь причиняют они. Если же бичи сладостны были Христа ради, что дивного, если его ради и другие виды злостраданий и озлоблений плоти, таковыми же бывают. Девяносто. Мучимые и в плену держимые страстьми, нередко в недоумении вопрошаемые в себе самих. Отчего претерпеваем мы это? Ведать надлежит, что такие пленения бывают с нами по причине отступления нашего от созерцания Бога. Если же кто прилепится умом своим к Богу нашему и Владыке, то верен Бог. Сам Спаситель всех избавит такую душу от всякого пленения, как говорит пророк. «Предзрех Господа, видел Господа всегда передо мною, Он одесну и меня, чтобы я не подвигся. Что же сладостнее, как иметь всегда одесну и себя Господа, покрывающего, ограждающего и не дающего подвигнуться? Но сподобице этого от нас зависит. Добрый и бесспорно верно сказали отцы, что не найдет человек покоя иначе, как стяжаво утвердив в себе такое внутреннейшее расположение, что в мире только и есть, что Бог, да Он, отнюдь ни к чему не обращаясь умом своим, но Его единого вожделевая и к Нему единому прилепленным пребывая. Такой воистину найдет покой и свободу от тиранства страстей. Прельпе, говорит Салмопевец, душа моя к тебе, меня же прият, десница твоя. Самолюбие, сластолюбие и славолюбие изгоняет из души память Божию. Когда же пресекается память Божия, тогда поселяется в нас мятеж страстей. Самолюбие бывает родительницей неисчетных страстей. Почему, когда кто исторгнет из сердца своего самолюбия, тогда легко возьмет силы над другими страстями при содействии Господу. Ибо из него обыкновенно рождается гнев, печаль, злопамятство, сластолюбие и необузданная дерзость. И побежденные ими неизбежно побеждаются и прочими страстями. Самолюбием же называем мы страстное расположение и любовь к телу с исполнением плотских пожеланий. Кто что любит, тот с тем непрестанно и быть желает. И отвращается от всего, что препятствуется во дворяце и сообращаться с любимым предметом. Явно потому, что и Бога любящий вожделевает всегда с ним пребывать и беседовать. Достигается же это нами чистую молитвою, а в ней и следует нам заботиться, сколько сил есть. Ибо она присвояет нас владыке нашему. Таков был тот, кто изрек, Боже, Боже мой, к тебе утреннюю вожелала тебя душа моя. Ибо утренний к Богу тот, кто удалив ум свой от всего худого, непрерывно уязвленным бывает божественной любовью. От воздержания и смирения, как научились мы, рождается бесстрастие, а от веры ведения, через них же душа преуспевает в рассудительности и любви. Божественная же в недра свои вселившая любовь на крыльях чистой молитвы непрестанно востекает на самую высоту ее. Да коли придут в познание Сына Божия в мужа совершенного в меру возраста полного Христова. Деятельную добродетелю порабощается похоть и обуздывается гнев, а ведением и созерцанием окрыляется ум и, вознесшись над всем вещественным, к Богу приселяется, и истинное в нем улучшает блаженство. Первый наш подвиг умолить страсти и по силе победить их. А второй подвиг стяжать добродетели и не оставлять души своей пустой и недеятельную. Третий же трезвенно блюсти плоды наших добродетелей и трудов, ибо нам заповедано не только делать трудолюбно, но и хранить бодренно. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящими, говорит Господь. Доброе припоясание чресл наших, посредством которого мы делаемся хорошо приспособленными и легкими на делание, есть воздержание со смирением сердца. Под воздержанием же я разумею отсечение всех страстей. А духовного светильника света водитель есть чистая молитва и совершенная любовь. Этим образом благо настроенной воистину подобной суть человекам, чающим Господа своего, которые, когда придет он и постучит, тотчас отворят ему. И он, пришедший с Отцом и Святым Духом, обитель у них сотворит. И блаженные рабы те, которые пришед, которых Господь найдет, делающих так. Должно монаху как сыну от всего сердца и всем помышлениям любить Бога, как рабу, благо говеенствовать перед Ним и повиноваться Ему и со страхом и трепетом заповеди Его исполнять, духом гореть во всеоружие Духа Святого облечену быть, на уповании и получении жизни вечной упокоеваться, все заповеданное неопустительно творить, трезвенствовать, блюсти сердце свое от помыслов худых, в помышлениях благих непрестанно совершать святое богомыслие, каждодневно суд над собой производить относительно помыслов и дел, недостающие восполнять, а соделанным не возноситься, называя себя рабом негодным, должного не исполнившим, как следует, о всем Бога Всесвятого благодарить и Ему восписывать все исправное в жизни своей, ничего совершенно не делать под тщеславие или человекоугодие, но все тайно делать от единого Бога, чая, похвалы. Прежде всего и более всего в душе своей ограждены быть православной верою во все догматы Вселенской Церкви, преданные ей от апостолов, Бога проповедников и от святых отцов, ибо тем, которые так жительствуют, воздаяние велико, жизнь нескончаемая и обитель несокрушимая, у отца и сына и святого духа, единосущного и трипостасного Бога. Сто. Конец слова все слушай, в чем сущность всего Бога, бойся и заповеди Его храни, и в этом все для человека, говорит Экклесиаст. Я, говорит, тебе в кратких словах показываю, в чем состоит путь Божий, бойся Бога и заповеди Его храни. Страх же, разумеется, здесь не вводный страх мучений, но совершенный и совершенство созидающий, который обязаны мы иметь по любви к давшему заповеди. Ибо если мы из страха наказания не делаем грехов, явно, что если бы не предлежало подвергануться этим ужасам, то мы, имея грехолюбивое расположение, конечно, делали бы их, не останавливаясь. Если же не по страху наказания, но по отвращению к самым грехам воздерживаемся от них, то действуем по любви к владыке своему, боясь прогневать его, когда боимся, чтобы не опустить чего из заповеданного, то такой страх чист, потому что бывает из-за самого добра, и он очищает души наши, равносилен сущей совершенной любви, имеющий этот страх, и по нему заповеди соблюдающие. Вот всякий человек, то есть человек настоящий, как следует быть ему, это зная, будем таким страхом бояться Бога и заповеди его блюсти, да будем совершенны и всецелы, и ни в чем не будем иметь нужды из добродетелей, имея мудрование, смиренное и сердце сокрушенное, и непрестанно вознося Господу молитву Божественного Арсения Великого, Боже мой, не остави меня, ничего не сделал я перед Тобой доброго, но дай мне по благодати Твоей положить тому начало, ибо все спасение наше в благоутробии и человеколюбии Бога, ему слава и держава и поклонения Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков, аминь. Преподобный Феодор, предлежащие умозрительное слово достойно занять место в ряду других аскетических писаний по мудрому истолкованию внутренних явлений в нашей духовной жизни и выводу из того подобающих уроков для подвязающихся. Кто был автор этого слова неизвестно. В заглавии он именуется преподобным Феодором. Но кто он был не видно. Собиратели греческого добротолюбия, видя всем слове мысли, сходные с теми, которые содержатся в ста главах святого Феодора Идесского, приписали его этому последнему и поместили вслед за его ста главами. Но преосвященный Филарет Черниговский пишет, что святому Феодору Идесскому можно приписывать слово только гадательно. И действительно, само слово не дает на то решительного указания. Поэтому оставляя на свободу каждому признавать или не признавать принадлежность этого слова святому Феодору Идесскому, чтение же его, почитая, полезным для всех ищущих пользы от чтения, помещаем его по примеру греческого добротолюбия вслед за ста главами святого Феодора Идесского. Преподобного отца нашего Феодора слово умозрительное. Сколь велик позик расторгнуть эти крепкие узы в веществолюбие, освободиться от работы ему и стяжать навык в доброделании. Воистину доблестная и мужественная потребна душа, чтобы отрешиться от всего вещественного. Чего же после этого искать следует? Есть не ощущение только от страстей, ибо это не есть еще само по себе добродетель, а только приготовление к добродетели, но к ощущению недобрых навыков должно приложить и стяжание добродетелей. Ощущение же души есть по части мысленной применение и совершенное оставление дольных прелестных нравов, житейских забот и попечений, худых склонностей и неуместных гаданий и загадываний, по части вожделетельны, не стремиться ни к чему вещественному и не смотреть на чувства, но быть покорным разуму по части раздражительной, ничем исприключающегося не возмущаться. А после такого ощущения истребления всего, делающего силы наши нечистыми и благоустроения их, требуется и восхождение к духовному совершенству и обожение, ибо уклонившемуся от зла надлежит делать благое. При этом отвергнуться себя должно прежде всего, и таким образом, взяв крест, последовать владыке для достижения высшего состояния обожения. Какое же это восхождение к совершенству и обожению? По части ума это совершеннейшее ведение сущего и того, кто выше всего сущего, сколько это доступно для человеческого естества. По части вожделения всеконечное непрестанное вожделение и стремление к первому добру. По части раздражения энергичнейшее и деятельнейшее движение к вожделенному, непристающее и неослабное, никакими встречающихся при скорбности непресекаемое в своем поступании вперед, но неудержимое и вспять не обращаясь шествующее. Движение души к доброму должно быть столько сильнее движение ее к худому, сколько мысленные красоты превосходят чувственное. Так что и попечение ее о плоти должно быть допускаемо лишь настолько, сколько это необходимо для удовлетворения ее потребностей и поддержания жизни, чтобы иначе не доверить животный организм наш до насильственного расстройства. Но это установить для себя легко, в дело же произвести весьма трудно, ибо нельзя без труда искоренить устаревшие привычки души. Как обучение какому-либо искусству не приобретается без пота, так и к блаженному естеству Богу. Напряженное воззревание и простирание вниманием достигается многими трудами, и в долгое время, пока вожделительная сила освоится с последствиями такого стремления и вкусит от плодов его, при этом многое ум наш должен проявлять сопротивление чувственности, влекущей к дольнему, отчего брань у нас и борьба с плотью, не прекращающаяся до смерти, хотя иногда и кажется она умоляющаяся вследствие украшения гнева и похоти и подклонения чувства подыга обогатившегося опытным ведением и искусством в брани ума. Надлежит однако заметить, что душа непросвещенная, как не пользующаяся обыкновенно помощью от Бога, ни очиститься не может подлинно, ни к божественному вознести свету, как сказано, ибо сказанное должно считать сказанным о верных. К большему же сего уяснению надо вкратце объяснить, какое различие есть в познаниях наших.